Всем привет, чуваки, это ТОП ДОТА. И сегодня у нас будет ролик про шмотки в нашей игре и про то, как они влияют и влияют ли они вообще на баланс сил в матче, есть ли смысл покупать арканы или это только всё визуальные красивости и понты. Сейчас разберёмся, у меня для вас есть целая куча разной статистики. Надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть. На сайте anylevel.com можно купить аккаунт ДОТА2 с любым рейтингом, данные о котором моментально придут на твой имейл. Также можно запустить свой аккаунт и при этом контролировать весь процесс. Anylevel.com – магазин с железными гарантиями. А по ссылке в описании действуют специальные скидки для моих подписчиков. Итак, недавно такой классный сайт как DotaBuff.com, который известен всем как полный и точный статистический ресурс по доте, предоставил нам свою новую функцию. Или не функцию, в общем хэза как это назвать – новый раздел, в котором теперь можно посмотреть, как та или иная шмотка влияет на ваш винрейт. Ведь сложилось у нас так, что все думают, будто наличие косметических предметов никак не добавляет вам преимущества. Но вот DotaBuff может с этим поспорить, и у него есть железные аргументы. Давайте начнём с самого вкусного и посмотрим какие арканы могут сделать вас сильнее. Целых полпроцента преимущества можно получить если напялить аркану Манки Кинга, если верить DotaBuff. Как по мне, вообще так нехило, довольно хороший буст, особенно на дистанции. А вот покупать арканку на террора я вам советовать не стану, потому что будете только чаще сливать. Винрейт может опуститься вплоть до 1%, если смотреть в среднем. И как же блин всё это работает, вы можете у меня спросить. И если честно, вообще хер его знает, что именно даёт такое отражение на проценте побед. Возможно, что здесь немного нарушена причинно-следственная связь, и на самом деле, это не аркана на МК делает вас скилловые на полпроцента, это просто аркану на МК в среднем покупают более скилловые игроки и поэтому задирают на ней винрейт. А вот скин на Террор Блейда, возможно, нравится самым, так сказать, не очень-то скилловым игрокам и поэтому те сливают его показатели. И так, следовательно, вы можете использовать эту информацию в своих целях, как вам заблагорассудится. То есть, либо покупать себе шмот с высоким винрейтом, в надежде на то, что он сделает вас более сильным, либо можете просто подумать, какие шмотки вам симпатизируют, какие нет, и сделать из этого какие-то выводы. Ну то есть, если вы опять же хотите ту самую арканку на Террора, то у меня для вас плохие новости. Хотя, конечно, это всё совсем не истина в последней инстанции, и даже не истина в предпоследней инстанции, и вообще не истина ни разу, но тут есть очень забавные даже статцы. Например, я думаю, вам тоже будет интересно, какая же шмотка самая имбовая, самая бустящая и самая побеждающая. Может быть, это ДК-хук или какая-нибудь супер-аркана, о которой никто не знает, но нет. На самом деле, это Abusal Watcher. Вот этот вот оффхенд на Варлока, и он сделает вас сильнее на целых 16%, верите вы в это или нет. Но думаю, что так же будет полезно обратить внимание ещё и на колонку слева, а именно частоту использования. Ведь этот айтем юзается только в 0,041% игр, то есть, ну, не самая удачная и полная выборка, если говорить с точки зрения математики. И на самом деле, вся эта ситуация немного схожа с другим разделом дутабафа, с предметами внутриигровыми. Там тоже дичь творится. Вот, например, Аегис. Он даёт вам 98% на победу, как здесь написано. Ну блин, подумайте, что это вообще такое, какие 98%? На самом деле, речь здесь идёт только о тех предметах, которые остались у вас в инвентаре до конца матча. То есть, если вы закончили матч с Аегисом в рюкзаке, то, значит, эта стата пойдёт на дутабаф. А если вы его потеряли в ходе какого-то сражения и слили, то из-за этого ни одна сотая процента статистики не пострадает у этого Аегиса. И как вы понимаете, слить матч с Аегисом в рюкзаке, не потратив его при дефе, это, блин, вообще нереально. И именно поэтому, удаётся юзерам это сделать только в одном проценте с чем-то там случаев. И остальные 98 с копейками присуждаются Аегису как победные. Так что доверять стати дутабафа это то ещё, блин, занятие. И я думаю, что в стати косметических предметов тоже немало подобных нюансов и они вряд ли будут разглашаться разработчиками. Так что не нужно слепо верить и бежать покупать арканы с топовыми винрейтами, ведь вряд ли вам это что-то даст. Лучше просто подумайте головой и сделайте какие-то выводы для себя. Ну или, конечно, можете просто зайти туда, порофлить, что-нибудь там потыкать, посмотреть и тоже, наверное, будет весело. А на этом сегодня всё, спасибо за просмотр, спасибо за лайк и, конечно, спасибо за подписку, вы ведь это всё сделали правильно. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...